Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о новеньких интересных покупках для моих крысочек. Я не скажу, что их прям сильно много, но по крайней мере, что зато я купила, значит, надо это снять и показать. Начнем с первого. Это кукурузный наполнитель. Как вы помните, я начала использовать кукурузный наполнитель. Кстати, вот там еще лежит первый, который я купила. Я еще его не меняла. Вот, я не знаю, буду я завтра менять или нет, я посмотрю по ситуации, но мне он нравится. Во-первых, он не мусорит, как опилки. Во-вторых, он довольно-таки хорошо опитывает влагу и не так сильно воняет. Ну, как-то, не знаю, приятнее, когда все-таки это гранулы, а не такие прям опилки, которые везде ссорят, везде от них пыль. Вот, конечно, он один из самых дорогих. Вот, но мне он нравится по своей консистенции, мне кажется, он удобный. Я еще увидела сено. Я была в другом зоомагазине, в том не было, точнее, не не было, он был закрыт. В общем, там было сено разных видов, более мягкое, более плотное, но почему-то мне все равно кажется, что для них, ну, какой-то, ну, не знаю, острое, что ли, хотя говорят, что сено довольно-таки неплох, ну, неплохой материал для крыс, не знаю. Еще я против древесных гранул, потому что, ну, мне кажется, крышкам неудобно по ним ходить. Хотя, как вы помните, кто смотрел меня давно, у меня был хомяк Пи, и я ему использовала древесный наполнитель, я могла полгода просто не менять у него этот наполнитель, ну, посмотрим, я подумаю. Не хочу сказать, что прям категорически против, просто, не знаю, мне кажется, ему будет не так уж и удобно. Ну, пока буду использовать такой. Кстати, ребят, как вы помните, если вы смотрели один из прошлых видео, то наполнитель стоит 26 гривен, а этот стоит 18 гривен, то есть намного дешевле, блин. Просто в другом зоомагазине, хотя это, вроде, более крутой зоомагазин. Кстати, это, ребятки, где-то 48-50 рублей, где-то около такого. Вроде как это и дорого. Зато такой классный наполнитель, в принципе, я считаю, что он того стоит, если его не надо будет так часто менять. Ну, что ж, ребятки, теперь переходим к второму интересному. Это корм. Да, я купила новый корм. На деле, ребят, у меня еще не закончится старый. Старый это у меня эконом-корм. Ну, один, как бы, из самых таких дешевеньких кормов, в принципе. Но я хочу вам сказать, хоть он вроде и дешевых, но тут такой классный состав, тут столько всего классного. Хоть и говорят, что дешевый карман не очень хороший, но я бы не сказала. Здесь есть все, что необходимо крысам. Я, конечно, не ветеринар, но... Вроде тут неплохой состав. Но сейчас, конечно, он выглядит уже не очень, потому что, как вы знаете, я высыпала все, что они не доедали сюда, и перемешивала. Из этого остались одни травяные гранулы, которые они не любят. Ну, и там пшеница, там такое. В общем, так что я решила купить им новый корм, потому что, ну, это уже заканчивается. И тут одни травяные гранулы, все-таки им нужны разные витамины. Вот, вот такой вот корм. На английском, вот на украинском. Лори Вит. Это премиум класс. Это, кстати, довольно-таки неплохой класс. Я почитала в интернете, что их бывает три. По-моему, эконом-класс, премиум и там, по-моему, супер-премиум. Ну, я считаю, что премиум она вполне достаточно, потому что даже я не питаюсь так круто, как мои крысы сейчас будут питаться. Вот. Ну, я хочу сказать, что прям сильно дорого стоит, потому что здесь у нас полтора килограмма стоил. Он 65 гривен. Это около 175 рублей. Там была упаковка поменьше, но я решила так, ну, гулять, так гулять. Взяла бы больше. Ну, в чем сказать, упаковка довольно-таки такая крутая. Не знаю, выглядит классно. Вот какие-то витамины здесь. Я почитала на, ну, Ратмании, что тут, по-моему, мало этого. Ну, белка или что-то типа того. И где-то я читала, что тут нету текильных семечек. Ну, текильные семечки я специально вот с собой взяла, если что-то мешаю. А с белком проблем не будет, как бы они у меня там творог едят, сметанку. Вот. Это, кстати, не чисто, по-моему, для крыс. Тут написано для маленьких грызунов. Вот, кстати, какой-то значок, что, ну, Николаевский зоопарк. Да. Николаевский зоопарк бесплатно доставляет этот корм. Ну, значит, он круто, если, конечно, это правда. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом корме, потому что, когда я находила информацию о том, какие корма подходят для крыс, я этот не находила. Хотя тут премиум-класс, поэтому обязательно напишите, что по поводу этого корма. Когда я увидела открытую упаковку, мне очень понравилось, поэтому мы сейчас с вами откроем. Мне само интересно, что будет там интересного. Ну, что ж, теперь давайте открывать. Барабанная дробь. Так, только бы тут ничего не порвать. Я вот так уже помялко донесла. Что-то прикольное. Смотрите, ребятки, что-то отдельно тут лежит. Кстати, я не знаю, что это. Я бы сказала, что это грецкий орех, но это не похоже на грецкий орех. Какая-то добавка, если вы знаете, что это, напишите в комментариях. Первый раз такое вижу. Ну, что ж у нас тут корм. Так, что-то мало. А, там еще один есть. Я думаю, что-то обманули. А нет, тут еще один есть. Кстати, удобно, что-то делали. Вот. Да? Классно. Да, крыски вам понравятся. Такой корм, я думаю. Ну, не знаю, не знаю. Выглядит он победнее, хочу вам сказать, чем от фирмы природа. Ну, вы сами видите. Но, как видите, здесь нет реваных гранул. Но, так как крысы их не едят, я думаю, можно, в принципе, сделать вывод, что они ими не нужны. Какой смысл эти реваные гранулы все время строить? Если они их не едят. Ну, корм, конечно, выглядит так, бедноватенько. Но, раз он такой крутой, может быть, так не нужно. Как бы тут его налью, у вас пшеница. Вот. Вот эти, кстати, штучки. Кстати, их очень любит Кузя. Только я насыпаю на его корм, сразу их хватает и ест. Ну, тут они какие-то красные с красителем. Я вообще не понимаю, зачем добавлять краситель. Блин, ну, неужели нельзя их оставить? Такого цвета, какие они есть. Вообще, даже не понимаю, зачем в дуской иду добавлять красители. Ну, торты там все понятно. Это все красота. А так вообще, ну, зачем, блин. Вкусовые добавки. Я вообще за все натуральное. Более полезное. И какая моему желудку, по сути, разница. Оно будет, блин, красное или желтое. Вот. А зато вред принесет. В общем, ладно. Сейчас уступление. Ой, смотрите, какое-то деревяшечко. Есть такое? Нет, нет. Арахис. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим на состав. Ну, состав не такой уж, в принципе, и большой. Еще добавлю фотографию этого состава. Ну, посмотрим, как крыски его будут есть. Как бы, я не знаю, полюбят они его или нет. Вдруг они прям полюбят. Пока я, ребятки, наверное, ком насыпать не буду, потому что у меня там еще тот есть. Вот. Поэтому я оставлю его чуть-чуть на потом. Все-таки, ну, чтобы он не отсырел. Когда я начну его использовать, я обязательно вам скажу. И посмотрим обязательно на реакцию крыс. Ну, хотя, возможно, я им дам немножечко попробовать. Я сейчас тогда его пересыплю в такой же пакет удобненький. Вот. И обязательно сейчас вам покажу. В общем, я уже пересыпала корм в зип-пакет. Вот так вот он выглядит. И все-таки я решила дать им этого корма. Да, мне просто интересна их реакция. Вдруг у них какая-то, не знаю, любовь прям появится к этому корму. Поэтому я сейчас насыплю его в эту мисочку. И мы с вами вместе посмотрим, что они будут делать и будут ли они вообще его есть. Вот так это все выглядит в мисочке. Между прочим, хочу вам сказать, что в мисочке это все выглядит довольно-таки аппетита. Особенно меня интересует кусочек дерева. Что он здесь делает? Зачем он вообще здесь? А эта штука пахнет, как, знаете, такие есть бублики по типу чипсов. Конечно, пахнет не очень натурально. Но посмотрим, вдруг тут что-то полезное для крыс. Смотрите, я какую-то вафлю нашла. Не знаю, напоминает какой-то дешевый корм, честно говоря. Кусок дерева, вафля, чипсы. Ну, ладно. Раз премиум класс, так премиум. Кстати, это похоже на кукурузные хлопья. Ну что ж, ребятки, а мы попробуем дать его нашим крыскам. Они там сейчас бегают в трубе. Я вам пока поставлю, уберу им коробочку от сметаны. О, нет, Кузенька здесь. Я не видела его тут, да? Иди посмотри, что Тина вкусненькая тебе дала. Иди посмотри, иди посмотри. Смотри, смотри. На, вкусно, вкусно. Может, хоть корм полюбит. Ну что, нравится? Что? Смотри-ка, Кузнятина. О, потащил чипсину. Смотрите. О, Кузя, ты неисправим. Что в том корме он их брал, что в этом? Кстати, интересно, какие штуки называются. Сейчас даже гляну. Так, состав. Витамины в форме гранул. Ветви ивы и липы. А, это специально, видите, ветви ивы и липы. Блин, а прикольно. А, вот кольца четырех видов злаков. Может, это и они. Скажи, да, Кузя? В общем, интересно. Надо будет получать состав. Прикольно было бы каждый ингредиент выложить вот так вот и посмотреть, сколько там чего. Да, ну-то надо попариться, конечно. Если я это сделаю, я обязательно вам покажу. Что? Ешь? Да? Чипсину. Похоже на чипсину. Чипсы для крыс называется. Не, ну а Лунтик подождать, как можем заканчивать видео без Лунтика? Лунтик. Так, пальцем закрываю камень. Лунтик, беги. Посмотри, что Тина интересная тебе положила. Ты ж с Кузей все съешь. О, кто-то вылазит. А кто ж там вылазит? О, здрасте. Носик видно. Смотри, твой друг куда полез. О! Пусочек дерева потащил. Было прикольно. Ой, что ты будешь с ним делать? Блин, ну прикольно. О, Лунтик идет. Да не бойся ты, можно. Кстати, ребятки, я не нашла в этом корме больше дерева. И вообще и здесь не нашла. Ой, то есть здесь. Не знаю, неужели он один? Лунтик испугался и не хочет. Кузя, кстати, живет это дерево липо. Да, дерево липо. Блин, зажали деревьев, не положили сюда. И туда еще один кусочек. Что, одного думают, хватит? Да, может и хватит. Кстати, ребятки, вот интересная добавка. Куда-то я там ее делаю. Интересно было бы ее тоже добавить, потому что она довольно-таки прикольная. Я не знаю, что это. Да. Вот она. Вот. Напишите в комментариях, что это такое. Давайте откроем, понюхаем вообще, на что это похоже. Пахнет черносливом, хочу вам сказать. Интересно, это съедобно для людей? Ну, по запаху точно чернослив. Я где-то читала на форуме, что писали, что не хватает вот таких вот сухофруктов, может, они, типа, такие, блин, вам не хватает сухофрукта, мы вам, типа, чернослив положим. Не знаю, первый раз такое вижу. Или, может, у некоторых крыш аллергия, типа, на сухофрукты, то они их отдельно ложат. Ой, Кузя, прости. О, Нунди, а ты как там оказался? Кто-то, я выключил камеру, ты уже вылез туда. Нунди, а ты что там жуешь? Что ты там у Кузи-то решаешь, а? Так лежак поставили, что, блин, вас не видно. Практически на вас хотят смотреть. Давайте положим палочку таких штучек им. Интересно, будет они их кушать? Нет. Чуть-чуть. Мы как будто в корм домешаем. Я им положу немножко. Всё. Посмотрим, будет они их кушать? Нет. Всё. Положила. Так, остальное обратно. Да, малыши? Давайте я вам так дам. Вы что такое скажи? Кузя вообще не любит такие сухофрукты. Что-то, Кузя, ты не особо, да? Ори, желанием их есть. Не, скажи. Не. Не давай орешки. А лучше семочки, да? Это наше самое вкусное, скажи, да? Не нужны нам те макадамики, шью, фисташки. Нам нужны семочки. Подсолнечные семочки. Что ещё нужно крысе для счастья, да? Что ты мне такими голодными глазами смотришь? У вас там две миски корма, блин, лежит. Вкусняшка, вон. Правда, зелени у вас как-то там маловато. Она будет вам доложить. Ой. Второй чудик пришёл. Ку-ку. Ку-ку-си. Что такое? Что такое лапусенька, мой? А? Что вам зелени принести? Сейчас пойду в холодильник и поищу, что у нас есть. Я понесла им зелень. У нас есть только салат из овощей. И, как обещала, я решила им сейчас дать. Это творожный десерт с клубникой. Ой, с клубникой. С яблоком. Здесь только творог, вода и яблоко. Я их пугаю. На место ставим. Лунча. На. Лунча. На. На. Кушай. Смотри, вкусняшка. Иди, вкусно-вкусно. Лунча. Лунча. Да не боись ты. Не съем я тебя. Ты же, да, Лунча? Не буду я тебя забирать. Наверное, меня боится, потому что пацаны его откуда-то доставали. Не, ну, Лунчик, не надо было за комод залазить. На. 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 Бери, бери, бери. Бери, малыш. Бери. Да не боись. Бери, бери. Это тебе. Сейчас мы творожок положим для наших крысяток. Мы сейчас глянем на Лунтик. Так, кстати, по-моему... Ой. Лунтик с другой стороны. Попробуем ему сюда положить. Лунтик. Вкуснятина. Где-то там. Ой, не жит, Манюша. Вот и их тряпочка. Держи. Иди кушай больше. Иди, иди. Тот ворох чувствует, что завтра испортится. Поэтому даю им его сейчас. Что, Лунтик? На ночь я его заберу, чтобы плохое не ели, да? О, где-то там Пуша. О. Пуш, тебя не видно. Выходи сюда. Кажется, подписчики мало тебя видят. Ти-ти-ти-ти. Не хочет выходить. Лунтик. Не, Лунтик. Ну, раз ты не голодный. Я тогда... Ой, Лунтик, отфу ты. Кузя, раз ты не голодный, я могу Лунтику отнести. Давай, я тогда заберу. И отнесу Лунтику. Ты не против? Боже мой. Я не могу достать его. Да. Что у нас там Лунтик делает? Лунтик, а, скажи? Это он такой худюченький. Иди, да? Лунти, на. Ты все Кузя забирай. Ты все Кузя забирай. Кузя-кузя забирай. На, кушай, кушай. Кушай. А мы на тебя посмотрим. Что ты замер? Ти откроем, посмотрим немного на Лунтика. О, вот и Лунтик. Да, Лунтик, скажи? Не, не хочешь? Что-то они уже объелись, по-моему. Вы не просто объелися, а вы переелися. Да? Два корма вам. Зелень. Тыквенные семочки. Форох. Сметана. Какие еще крысы так едят, а? Это только вы, да? Обзорки мои. А? О, кто-то тут бежит. Кто-то тут бежит. О, Настя. Скажи, привет, Лусь. Пу, что? Тебе не видели. Ласка. Ой, хорош как. Поскучился, да? Хороший мой нож. Ой, тихо-тихо-тихо. Сейчас кому-то будем когти стричь. Да, тут уже за счет спляется. Сейчас у меня будут когти постричь. Ну что ж, ребятки, будем заканчивать наше видео, а то он может так идти вечно. Вот. Криски у нас уже устали. Поели. Надо теперь поспать. Да? Ну что, ребятки, а вы ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и обязательно заходите в описание. Ну что ж, а всем до новых встреч. Пока-пока. Пуш, скажи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok